ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА УКРАИНЕ СМЕРТЬ СТОЛЬКИХ УКРАИНЦЕВ Это на самом деле прекрасная возможность превратить Украину в оплот капитализма! Ну да. Голдман Сакс тоже в восторге, и их гендиректор говорит, что восстановление Украины представляет собой, цитирую, «хорошие экономические стимулы для реальных вложений и реальной прибыли». Представьте. Откуда деньги? Из вашего кармана. Восстановление Украины. Для них это статья доходов. Видите, как выходит? И вчера, поскольку у этих людей нет ни стыда, ни совести, президент Украины Зеленский вышел на камеру, чтобы выразить свой восторг от экономических перспектив. Смотрите. Очевидно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, что вновь подтолкнет глобальный экономический рост. Нам уже удалось привлечь внимание и наладить сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как «Блэк Рок», «Джей Пи Морган» и «Голдман Сакс». Такие американские бренды, как «Старлинг» и «Вестин Хаус» уже стали частью нашего украинского пути. Ваши блестящие системы защиты, такие как «Хаймарс» и «Брэдли», уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Мы ждем системы «Патриот». Мы внимательно присматриваемся к «Абрамсу». Возможно, тысячи таких примеров. И каждый может построить большой бизнес, работая с Украиной. Ого, можно заработать много денег на Украине! Это украинский путь! То есть, естественно, коррупция. Одна из самых коррумпированных стран мира. Но если хотите отмыть денег, что ж, это идеальное место. Пришлите еще танков, кстати, и... Словно по плану. Сегодня подтвердили, что наша страна действительно отправляет танки М1 «Абрамс» на Украину. Видите, что происходит? Все предельно ясно. Брэдли Девлин, репортер American Conservative, написавший об этом отличную статью. И мы рады, что он сегодня с нами. Брэдли Девлин, большое спасибо, что пришли. Итак, знаете, все разговоры об Украине сопровождаются аллюзиями на события 80-летней давности. Он, Черчилль, Эта, Дюнкерк, любыми бородатыми клише, какие только есть. Но никто не говорит, что это огромный бизнес, перспективы для худших людей в мире. Да, Такер, Зеленский только что произнес тихую часть вслух. Да! Он комик и актер, и он не часто выходит из роли, но время от времени проглядывается его натура. Он сказал, слушайте, мы тут все разбогатеем в два счета. Они не стыдятся работать с такими корпорациями, как Блэк Рок, которая зарабатывает деньги на вытеснение американских семей с рынка жилья. И Блэк Рок также не стыдится. Они с радостью берут деньги, которые зарабатывают, делая дома недоступными для американцев, и отдают их стране, находящейся за пять тысяч миль. Но ведь погибают украинцы, и американцы погибнут, ведь эти танки будут эксплуатировать и обслуживать американцы. Так что и американцы будут гибнуть в еще большем количестве, чем прежде. И если вы Блэк Рок или Голдман или Джей Пи Морган, и вы хвастаетесь тем, сколько зарабатываете на человеческих смертях, вам хоть капельку стыдно или нет? Нет, конечно нет, потому что они не считают себя американцами. Им стыдно быть американцами, они ведь считают себя гражданами мира, верно? Так что все эти обязательства перед обществом, традициями, нацией, это просто препятствия на их пути к власти и богатству. Да, все именно так. И, честно говоря, такие республиканцы, как Линдси Грэм и Майкл Маккол из Палаты представителей, делают это возможным. Обоих мы будем рады видеть на нашем шоу, чтобы они объяснили, почему именно они это делают. Брэдли Девлин, приятно было слышать вас. Благодарю. Спасибо, Такер. Субтитры создавал DimaTorzok